Музыка К этому семинару я уже готовлюсь, уже готовлюсь, уже длительное время готовлюсь, и материал просто подтягивал, собирал. Потому что я понимаю, мы как церковь, и в нашей церкви лидерство, оно должно переходить на более фундаментальный уровень. И для того, чтобы переходить на этот фундаментальный уровень, есть необходимость много для себя извлечь со Слова Божьего. Я когда сидел, я думаю, это было бы в идеале, если бы мы, допустим, взяли, на три дня уехали где-то в какой-то пансионат, все лидеры выехали, и можно было бы просто разбирать какие-то вещи, и, может, более так скрупулезно каких-то моментов коснулся, потому что я увидел, у меня не получится, как бы, может, вот так скрупулезно разбирать. Все равно будет больше, как, может, так тезисно, и какие-то вещи, о которых я буду говорить. Просто моя цель — подпереть это Словом Божьим для того, чтобы… Это моё такое желание, чтобы у каждого, кто служит в нашей Церкви, в Слове Божьем, формировалось правильное видение на то, что вы делаете, и этим видением, пониманием вы могли приносить то же влияние дальше. Сегодня у меня тоже такое было духовное переживание, когда к этому семинару я готовился, я увидел себя как сеятель, как сеятель, который вышел сеять. И увидел, что даже сегодняшний этот посев, он касается и сегодняшнего времени, потому что, я думаю, в течение этих двух дней, я хотел три дня, но Духовный совет попросил, говорит, пастор, в среду молитва, чтобы была, и я сам в прошлую среду, когда я вёл, я говорил, я увидел, что в отношении молитвы нам как церкви есть необходимость очень серьёзно относиться, очень серьёзно относиться. Потому что раньше я слышал много таких выражений, молитва там дыхание жизни, молитва там то, молитва это, это, это. И оно, ты смотрел на это, как девиз был, но глубины, содержание мысли тех людей, которые это говорили, не всегда ты видел, не всегда я даже сам, не всегда сам видел. Но в сегодняшнее время я как никогда вот внутри Дух Святой даёт это переживание, понимание важности молитвы. Поэтому, может, и я тоже поощряю вас как лидеров, то есть возьмите просто за правило, потому что я понимаю, я не хочу как-то там толкать, чтобы это было под какого-то давления, потому что я понимаю, всё, что мы должны делать, мы должны делать это от своего сердца, в этом благословение, в этом не будет наказания, об этом мы никогда не будем сожалеть, если мы делаем это от всего сердца. Я думаю, что все вещи, которые происходят в церкви, особенно для служителей, я прошлую среду это коснулся, я говорил, я искренне, откровенно говорю, что я в среду говорил, я не всегда всё понимал, допустим, молитва, прославление. Есть момент, когда к чему-то я приходил по одной только причине, я просил это понимание у Бога, и Бог вот просто приносил понимание. Поэтому для меня это ключ моего хождения с Богом, что есть то, что Бог дал, но не всегда я могу это воспринимать и принимать, допустим, благословение для себя. Но когда я строю свои отношения с Богом, я стремлюсь к тому, чтобы Бог, допустим, открывал для меня. Потому что многое вещи, знаете, как Пётр когда-то пришёл к Иисусу, Иисус ему говорит, Пётр, кто я? А он говорит, ты Господь, ты Сын Всевышнего Бога. Говорит, послушай, не плоть и кровь тебе это открыла, но Отец, Который на небесах. И я думаю, что даже первое откровение, которое мы получили в Царстве Божьем, это то, что Иисус Господь. Но это не последнее откровение. И наша зависимость от Бога, она должна возрастать и она должна оставаться. Почему? Потому что каждый из нас, мы плотской человек, и каждый из нас во многих вещах мы привыкли полагаться на себя. Вот мы привыкли полагаться на себя. Но с приходом в Царство Божье есть вещи, в которых останется наша ответственность. И очень важно здесь нам разобраться, где наша ответственность, а где то, что Бог должен сделать в нашей жизни. И вот с приходом в Царство Божье, знаете, есть сферы в нашей жизни, которые Богом будут просто освящаться. Вот они освящаться. Освящаться, и Бог будет показывать. Вот здесь ты должен полагаться на меня. Здесь ты должен осознавать свою зависимость от меня. И временами, знаете, тот ханаан, который, может, мы пытались там в разных сферах жизни завоевать, оказывается, что этот ханаан, он находится намного ближе, он находится внутри наших сердец. И нам придется завоевывать эти вещи с помощью Бога. С помощью Бога, с помощью Бога. Чтобы Бог будет открывать, и Бог будет приносить понимание, разумение. Поэтому, если вы сегодня, как лидер, может, в отношении молитвы, да нет, я думаю, я там в филонию, я там увильнусь. У меня уже есть практика. Я уже не один год пастыря, я вижу, что временами люди, особенно служителя, когда дают какую-то слабинку, вот дают просто какую-то слабинку, что-то оставляют. Время приходит, когда ты начинаешь замечать, что то, в чем ты дал слабинку, или вот так вот к этому относился, сложно потом наверстать это. И временами даже нереально наверстать. И мало того, то, что я начинаю видеть, вот с личного жизненного опыта, это то, что даже приходит такая, как, вот когда нога, она атрофируется, становится слабая, атрофация, можно такое слово употребить, да? Что вот просто атрофируешься духовно, и потом, как результат, ты начинаешь винить всех вокруг. Вот почему так, тот виноват, тот виноват. А на самом деле находится всё внутри себя. Поэтому, на мой взгляд, важно, важно оставаться всё равно сосредоточенным на том, к чему Бог нас призвал. Если есть то, что мы сегодня не понимаем, потому что мы будем всегда сталкиваться в жизни с вопросами, которые нам непонятны. какие-то новшества или что-то приходит. Я просто беру такие, может, банальные такие вопросы, с которыми мы сталкиваемся. Молитва, прославление, слово изучение, посещение служений. То есть такие вот вещи, ну, как бы, ну, очень такие близкие к нам. Но я понимаю, что жизнь, она будет складываться с разных-разных таких вопросов. И очень важно, чтобы в это нам принёс понимание сам Бог. Поэтому Он нас даже к этому и ведёт. История, если мы посмотрим на Библию, как на историю, мы увидим, что Библия, она полна историй. Особенно для меня это яркий такой пример и хороший пример – это израильский народ, который вышел из Египта. Вот вышел из Египта. Вот вышел из Египта. И вот момент, когда я на эту историю смотрю, мне кажется, ну, как-то оно по-другому должно было быть. У людей есть обетование, у людей есть будущее. Люди видят перспективу. Моисей перед ними нарисовал с Богом такую перспективу. Но как-то всё по-другому сложилось. Вот как-то всё в их жизни по-другому пошло. И как кто-то сказал, говорит, тот путь, за который за 40 лет, вернее, за 40 дней должны были пройти, прошли за 40 лет. И вот точно так же сегодня это пример такой тоже хороший для нас. Ихняя жизнь. Что всякий раз, когда они приходили к какой-то точке, приходили к какое-то место, и это место, оно вызывало вопрос. Кто-то изучает вообще Ветхий Завет? Есть из лидеров? Читаете, да? Потому что я всем рекомендую вот книгу «Исход». Просто изучите как историческую книгу. Не пытайтесь искать там какое-то попервое откровение. Вы выучите как историю израильского народа. Знаете почему? По одной только причине, что эту историю будет животворить сам Бог. Даже в вашей личной жизни. Потому что в моей жизни, знаете, когда, я помню, просто в моё сердце приходит такое побуждение изучать, 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 изучать. Я читаю, я читаю. И естественно, как любой верующий человек, ты всегда пытаешься, если у тебя какое-то есть побуждение, ты пытаешься найти там какое-то откровение. Где там спрятано, сокрыто какое-то откровение? А никакого откровения нет. Это просто история. Вот просто ты изучаешь как история. Но момент приходит, когда Дух Божий начинает животворить. Вот точно так же израильский народ. Всякий раз, когда они пришли в какую-то точку, я в какую-то среду показывал, очень сильно показывал, упёрся в своём бомбе. И кажется, это возникает этот вопрос. Я не понимаю, а как дальше? Вот как оно дальше должно быть? И они знают. Вот и они. Что они делали? Они сразу начинали искать виноватого. Первый Моисей. Ты куда нас зовёшь? Мы тебя сейчас. Второй от Моисея. Моисея потрусили. Потом кого? Потом за Бога начинают. А, что ты нас вообще сюда привёл? Но Бог всё равно, дело в том, что Он будет нас вести своими путями. И то, что Бог будет делать, Он всегда нас будет заставлять приводить к тому, может не заставлять, это не так, Он будет нас приводить к тому, чтобы мы подчинили свою жизнь Его воле. Вот подчинили свою жизнь Его воле. Потому что всякий раз, когда возникала какая-то ситуация, какой-то вопрос возникал, послушайте, у Бога был ответ. Потому что нам всегда, как человеком нам кажется, мы пришли в какую-то точку. Всё, это конец. А Бог говорит, нет, послушайте, это новое начало. Поэтому Бог всегда в таких вот точках, Он открывался, и Он благословлял. Поэтому моё такое большое желание, чтобы каждый лидер, даже сегодня, может, то, что вы будете слышать, немножко будет сложно. Почему? Потому что я сегодня буду в течение этих двух дней буду говорить в том формате, в котором я практически в церкви нашей я не говорил. Я обычно старался меньше нагружать мозги. Потому что я понимал, что все приходят, кто-то устал, не всегда. Поэтому почему я сказал? Мне было бы хорошо, если бы мы, допустим, выехали на три дня. Один день отдохнули, хорошо поели, а потом два дня мы просто учились и сидели размышляя. Поэтому я понимаю, что многие из вас после работы, может, какие-то трудности, сегодня даже вы проходите с какими-то сложностями, и вы в своей жизни сталкиваетесь. Но, тем не менее, я всё равно делаю этот шаг. Я просто, я уже откладывал, откладывал, я всё равно делаю этот шаг. Вот просто делаю этот шаг веры. Я говорю, я сегодня увидел это введение, что я как сеять, или я выхожу и сею. Потому что я сегодня с некоторыми пастырями разговариваю. Он говорит, обязательно, пожалуйста, записываю этот семинар. Будете записывать? Я говорю, конечно, будем записывать, что мы хотим тоже взять и послушать. Потому что есть уже куда-то тоже в одни места заказали тоже этот семинар. И поэтому это... Я стартую у нас в церкви. Делаем такой старт на церкви. А потом дальше уже будем разносить дальше. Потому что я верю, что то, о чём я сегодня буду говорить, это будет касаться тоже и вас. И это будет касаться тоже и последующих поколений. Почему? Потому что я вижу следующий год, я вижу следующий год, я вижу то видение, которое Бог даёт для нашей церкви. и я вижу, что это видение не к смерти, а к жизни. Вас послушали, не к смерти, а к жизни, да. И я понимаю, что это видение, оно будет касаться того, той жизни, которую Бог ожидает от нас. То есть мы будем двигаться дальше. Поэтому, на мой взгляд, очень важно заложить просто правильный фундамент, правильный фундамент, вообще правильный у себя, правильную картину увидеть. Почему? Потому что сегодня я буду говорить о лидерстве, о лидерах, которые трудятся в Слове Божьем. И Библия называет, потому что я нигде в Библии не нашёл слово «лидер». Если вы найдёте в Библии слово «лидер», вы мне подскажите. То есть я с удовольствием, то есть я… Да, нету такого слова «лидер», но я понимаю, что это слово, оно уже взято как бы с обихода, с нашего жизненного такого обихода. то, как мы пользуемся. Лидер — это тот человек, который идёт впереди. Поэтому есть духовный лидер. И духовный лидер — это тот, кто трудится в Слове. И Библия называет этих людей пастырями. Библия эпископами, пастырями даёт название этим людям. Я понимаю, что мы к этому вернём, ну как бы тоже к этому приходим. И семинар этот называется. Я буду говорить всё по пунктам, постепенно, потихоньку. Вы не страшитесь, потому что если я сказал, что немножко сложно, потому что я сегодня не буду стараться касаться ваших эмоций, я сегодня буду стараться касаться вашего разума, вашей души. Я хочу, чтобы это попало в вашу душу, и оно сформировало ваше видение на себя. Вот как подходите в зеркало, вы смотрите на себя, и вы видите, как что надо поправить, чтобы хорошо выглядеть, если вы куда-то собираетесь идти. Вот точно так же, чтобы это знание, оно сформировало видение внутри вас, чтобы в определённые моменты своей жизни вы могли поправлять, вот вы могли просто отформатировать. Почему? Потому что я понимаю, формат пастырского служения, он уже не изменялся сотни лет. Вот не изменялся. Как было установлено Богом через апостола Павла, этот формат не изменялся, он так и остался. Единственное, что временами от этого формата отходили в сторону. Если вовремя опомнились, возвращались, продолжали двигаться дальше. Потому что всякий раз, когда отходили, то, что это заканчивалось просто крахом. Почему? Потому что Бог определил роль лидера, который трудится в слове, Он определил. Он нарисовал. Он определил, как это должно выглядеть, как это должно быть, какой он должен быть. И этот формат, мы не сможем его изменить. Нам только то, что нам приходится. Нам приходится его принять. Нам приходится его принять. Согласны мы с этим или не согласны мы с этим? Это уже наше дело. Но я думаю, что когда мы с чем-то соглашаемся, и мы понимаем, что в этом сокрыто для нас благословение, не только сейчас на этой земле, но и в будущем. Все из нас, мы прошли школу АБВ, и награды. И одна из наград, это награда пастыря-начальника. Есть множество наград там. То, то. Сколько наград? Кто помнит? Кто нас учит в АБВ? Ладно. Да, 7 наград такие есть. Я не знаю, почему, но почему-то число 7, это как число полноты, и большинство вещей, которые связаны с благодатью, почему-то они подходят под число 7. Я не знаю. Я не увязываюсь с этим, потому что я не страдаю там нумерологией, я не фанатею от этого. Ванна в раз, два, три. То есть я понимаю, что у Бога, когда ты приходишь к свободе, когда ты приходишь к откровению, для тебя все становится чистым, для тебя все становится благословением. Итак, я уже сказал, семинар называется «Библейский портрет лидера». Библейский портрет лидера. Сегодня мы с вами разберем 3 темы. Будем стараться 3 разобрать. Вообще их 10. Желательно, чтобы вы записывали. Почему? Потому что пусть это у вас будет как конспект. И мне сразу сегодня задали вопрос. Пастор, экзамен будет? Я сказал, экзамена не будет. Экзамен — это жизнь. Потому что не вопрос сделать экзамен. Можно сделать экзамен. То есть это не вопрос. Но мне кажется, что самый лучший экзамен — это наша жизнь. Но я думаю, будет очень хорошо, если это будет у вас, останется это у вас в конспекте. Для чего? Для того, чтобы в определенные моменты вы могли к этому возвращаться. Поэтому даже некоторые вопросы и пункты, которые будем мы разбирать, они будут звучать в виде вопроса. Вот они будут звучать в виде вопроса. С какой целью? Потому что, на мой взгляд, больше атак дьявола, они нацелены на то, чтобы извратить или извратить вот портрет лидера, пастыря, разрушить именно это служение. Сегодня буду говорить об этом, вы поймете, почему. Поэтому некоторые будут в виде вопросов, почему. По одной только причине. На каждый вопрос мы дадим ответ. Потому что стрелы лукавого, они приходят в виде вопроса. И временами, когда приходит эта стрела в виде вопроса, для некоторых это как поражение. Почему? Потому что я не нахожу ответа. И не часто, но временами, допустим, когда я провожу по понедельникам встречу, и приходят ко мне люди, и в большинство людей приходят именно с вопросом. И временами, допустим, я слышу вопросы, которые, на мой взгляд, но это не вопросы. Ну, честно, то есть это не вопросы. Но для них это серьёзные вопросы. Я понимаю, что если для меня это не вопрос, то для кого-то это вопрос, я должен стать для них ответом. Поэтому Бог что-то дал. Поэтому есть какие-то вещи, которые прошли через мой жизненный опыт, и мы сегодня будем говорить. Есть какие-то вещи, которые прошли через чей-то жизненный опыт. Потому что знания не всегда мы можем делиться только своим личным опытом и своим знанием. Есть знания, которые уже кто-то получил, и мудрый, как говорит, то, что он делает, он приобретает знания. Поэтому некоторые будут моменты, которые будут звучать в виде вопроса. И вот первый вопрос. Это первый вопрос. Тема, она называется так. Первая тема, она называется так. «Задачи пастырства». И первый пункт. Мы задаём такой вопрос. Почему нужны пастыри? Знаете, зачем вообще нужны пастыри? Почему? Потому что на жизненном пути каждый из нас мы рано или поздно мы зададим такой вопрос. А то, что я делаю вообще, зачем оно надо? И если вы сегодня не встречались с тем, что может через кого-то кто-то пытается дискредитировать то служение, которое вы делаете, умолить в ваши глаза, чтобы вы увидели, что это очень незначительно, это маловажно. То, что я делаю, то, что я служу, допустим, кому-то, я служу в слове, что это маловажно. В этом нет никакой необходимости. И я думаю, что каждый из вас, вы встречались в своей жизни с этим вопросом. Если не вы встречались, вы обязательно встретитесь. Потому что это может звучать в виде вопроса. Зачем? Это может звучать в виде каких-то обстоятельств, которые будут приходить в вашу жизнь. И кажется, стоп, я делаю это, я делаю это во имя Бога, я делаю это для Бога, стоп. А такие обстоятельства, которые вокруг меня, они говорят, послушай, это не стоит делать. Занимайся чем-то другим. Найди себе то, что ты можешь делать или то, что для тебя принесёт другой эквивалент. Почему? Потому что мы живём в этом мире и ценности этого мира, ценности этого мира, они определяются чем? Они определяются материальными ценностями. И временами, когда мы служим, и неважно на каком этапе, потому что сегодня это не только касается вас. Есть сегодня много служителей, которых мне приходится реанимировать. Посмотри, когда они мне звонят, и уже не один год даже они в служении, и когда они мне задают, зачем это надо? Зачем? Зачем? Послушай, я не вижу того, что может я себе представлял или ещё что-то. И возникает вопрос, зачем это надо? Кому это всё надо? Почему я говорю? Я сегодня говорю к вам, но я знаю, что время придёт, когда в этой церкви тоже будут подниматься пастыря, и вы будете ехать. Может, даже сегодня кто-то и не слушает, не сидит на этом семинаре, но время придёт, когда для него это знание будет просто большим благословением. Поэтому мы задаём вопрос, почему нужны пастыря? Вот почему нужны пастыря? Ответ. Это инструмент Бога для выполнения Его воли на земле. Бог определил, что так вот оно будет, что это люди, которые будут как инструмент для того, чтобы выполнять Его волю на этой земле. следующее. Пастыря необходимы для того, чтобы было устройство церкви. Развитие церкви и жизнь церкви, она непосредственно связана с пастырством. Поэтому, когда Бог сказал, что я создам свою церковь, Он уже видел, что в этой церкви будут люди, которые будут выполнять определённую роль и функцию, которую Он возлагает на них. Поэтому, когда возникает вопрос, зачем нужны, с какой целью вообще нужны пастыря, на этот вопрос, вернее, на этот вопрос может дать ответ только Слово Божье и сам Бог. всё то, что Бог создаёт, у Него есть определённая цель и есть определённая роль для тех людей, которые должны выполнить. Поэтому, если вы сегодня как лидер, который трудится в Слове, послушайте, это место, которое определил для вас Бог. Устройство церкви. Следующий момент. Устройство церкви. Пастырь – это предназначен человек, который должен выполнить роль в развитии и строительства церкви. Первое местописание. Ефесянам, 4 глава, с 11-12 стих. И здесь как раз очень чётко определена роль, которую Бог отвёл для пастырей. 4 глава, 11-12 стих. И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. Следующий, 12 стих. К совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Если у кого-то есть Библия, обязательно подчеркните слово. Первое, Он, потому что у всех у Библии, какая Библия не было, Он написано с большой буквы. И понимаем, что Он, это говорится о самом Бои. Можно было бы сказать, Господь поставил, и следующее, это поставил, Бог ставит для того, чтобы некоторых людей, для того, чтобы было устройство, принести устройство в церкви. Поэтому задача у пастыря, если пастырство, оно предназначено для устройства, задача у пастыря это снаряжать святых, каждого члена церкви. чтобы каждый из них Он был способен созидать тело Христово. есть. Поэтому каждого жизнь из вас, она предназначена, роль из вас, она предназначена. если Бог определил, что пастыря они должны быть, ваше предназначено для того, чтобы приносить устройство в церкви. То есть мое служение как пастыря, оно предназначено для того, чтобы приносить устройство в церкви, снаряжать святых. Мы немножко дальше будем касаться, в чем будет заключаться снаряжение и как оно должно происходить. есть, да? И вот к этому это повеление как к пастырям. Что если мы 1 Петра, 5 глава, с 1 по 4 стих, мы будем тоже много касаться мест Писания, поэтому отмечайте. Чтобы наши мысли или наше умозаключение, если мы какую-то мысль выводим, чтобы она подпиралась к каким-то местам Писания, что это не просто наши соображения или наши какие-то предложения, это повеление от Бога. Пастырей ваших умоляю, я, сопастырь и свидетель страданий Христовы и соучастник в славе, которая должна открыться, посите Божье стадо, как у вас, надзирая за ним непринужденно, наохотно, ибо угодно, не для гнусной корости, но из усердия, и не господствуя на наследием Божьим, но подавая пример стаду, и когда я в цепь пастырь-начальник, вы получите неувидаемый венец славы. То есть мое служение, оно предназначено для созидания церкви. И апостол Павел об этом говорит, апостол Петр об этом говорит, что то, что должно происходить. Следующий момент. Природа человека, она требует пастырства. Поэтому мы отвечаем на этот вопрос, зачем пастырь? Для созидания. И следующий, природа человека, она так устроена, что он нуждается в пастыре. Поэтому, если человек, даже не находясь в церкви, его все равно кто-то пастет. Его пастет телевидение, его пастет какая-то организация, его пастут товарищи. Вот почему многие, кто оказался в церкви на реабилитационном центре, их кто-то паст. Их кто-то паст. Почему? Потому что сама природа человека, она требует того, чтобы кто-то о человеке заботился. Поэтому Бог так и устроил. То есть, для нас такой пример. Рождение человека, родился маленький, и о нем кто-то заботится. Родители выполняют роль человека, который заботится о нем, для того, чтобы этот человек со временем стал полноценным человеком в обществе. Поэтому сама природа, она требует, чтобы был пастырь. Почему? Потому что Бог за этим стоит. Первое место Писания. Матфея, 9 глава, 36 стих. «Видя толпы народа, он жалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, и как овцы, не имеющие пастыря». Если вы открываете Библию, вы можете подчеркнуть это место Писания. Следующая мысль к этому. Невозможность развития народа без пастырства нету. Народ не развивается, если нету пастыря. То есть, если, допустим, есть церковь, но у нее нет пастыря. Народ никогда не будет расти духовно. Бог все заключил таким образом, вот заключил, вот все таким вот образом, что, оказывается, духовный рост, духовное развитие, оно зависит от пастырства. Почему? Потому что это сама природа человека. Следующий момент тоже к этому. Отсутствие пастырства это как наказание для земли. Поэтому, когда нет пастырей, это одна из форм наказания и проклятия. Свидетельство того, что на этой земле лежит рука Божья и благословение, это ваше служение. Потому что всякий раз, когда на страну какой-то, в какую-то страну приходит как наказание, как проклятие, это первое, что начинает страдать институт пастырства. Поэтому для нас такой исторический момент прошлые столетия, когда в Россию пришел коммунистический переворот. и первое, то, за что взялись, взялись за религию. То есть, кажется, ну, неужели не может религия существовать и быть рядом? Никогда. Почему? Потому что этот переворот, то, к чему он привел, он привел к проклятию, которое высвободилось на страну. Поэтому пастырей, то, что делали, их грузили и вывозили, изолировали от общества. Из Икиля, 34 глава, с 1 по 16 стих. Из Икиля, 34 глава, с 1 по 16 стих. Это глава о пастырях. Это о неверных пастырях. Потому что пастырь, он имеет роль, которая определена для него Богом. И он эту роль должен выполнять. Иеремия, 22 глава, 22 стих. Всех пастырей твоих унесет ветер, и друзья твои пойдут в плен. И тогда ты будешь постыжен, посрамлен за злодеяния твои. Почему я об этом говорю? Потому что я хочу, чтобы каждый из вас мог увидеть, что в каждом из вас сокрыто благословение. Вы часть воли Божьей на этой земле. И вот Бог в каждом из вас, в каждом из вас сокрыл благословение. Поэтому даже этот закон, когда поражу пастыря и овцы рассеются, это как свидетельство проклятия. Всякий раз, когда пастырство, оно уходит, на это место приходит запустение, в это место оно приходит, приходит проклятие. Вот почему для нас очень важно это сохранить. Если мы понимаем, что мы часть воли Божьей, то то, что очень важно для нас, как для служителей, не выйти с воли Божьей. Для того, чтобы портрет, который Бог нарисовал, я не говорю икона, а портрет, который Бог нарисовал, определил форму, как оно, чтобы мы остались в этом. Почему? Потому что каждый, кто стоит и сегодня трудится в Слове Божьем, послушайте, каждый из вас, вы свидетельство благословения Божьего, вы носитель благословения Божьего. Поэтому служить в Слове это не наказание, это не проклятие, это благословение. Поэтому временами и возникает вопрос, а почему в мою жизнь приходит так множество разных нападок и приходит множество проблем? Вот почему приходит? по одной только причине. Дьявол, он в этом не заинтересован. Дьявол в этом не заинтересован. Поэтому то, что он и старается, это всегда в жизни служителей поменять эту форму. Просто поменять, чтобы не был так, как Бог, Бог как определил. Поэтому из Экиля 3,4 глава мы прочитаем, может, мы прочитаем? Как раз здесь и написано искаженный портрет пастырства. «И было ко мне Слово Господне, Сын Человеческий, из реки пророчества на пастыре Израилевых, из реки пророчества и скажу им пастырям, так говорит Господь Бог, горе пастырям Израилям, которые пастли самих себя, а не стадо, не стадо ли должны пасти пастыря? Сегодня, когда мы уже коснулись некоторых мыслей, мы сейчас понимаем, что если Бог поставил, то Он поставил для того, чтобы что делали? Созидали тело Христово. То есть эта роль для пастырей, она не изменяется, она как была в Ветхом Завете, и она точно так же остается и в Новом Завете. Отношение Бога к пастырству, оно не изменяется, вот оно не меняется. «Вы ели туг и волной одевались, откормленных овец заколали, а стада не пасли, слабых не укрепляли, и больной овцы не врачевали, и пораненные не перевязывали, и унитенные не возвращали, и потерянных не искали, а правили ими с насилием и жестокостью. И рассеялись они без пастыря, и рассеившись, сделали пищей всяких зверей полевых. Блуждают овцы мои по всем горам и по всякому высокому холму, и по всему лицу земли рассеялись овцы мои, и никто не разведывает о них, и никто не ищет их. Поэтому, пастыря, выслушайте Слово Господне. Живу я, говорит Господь Бог, за то, что овцы мои оставлены, были на расхищение, и без пастыря сделались овцы моей пищей всякого зверя полевого. И пастыри мои не искали овец моих и не посли пастыря, самих себя овец моих не посли, за то, пастыря, выслушайте Слово Господне. Так говорит Господь Бог. Вот я на пастырей и взыщу овец моих от руки их и не дам им более пасти овец и не будут более пастырей пасти самих себя и исторгню овец моих из челюсти их и не будут и не будут они пищу их. И все звучит в такой очень категоричной форме. Почему? Потому что Бог, Бог, слушайте внимательно, Он относится требовательно к тому, что Он доверяет нам. Он относится к этому очень требовательно. Ой, слава Господу! Отношение Иисуса к пастырству. Мы разобрали этот вопрос. Природа человека требует пастыря. Отношение Христа Иисуса к пастырству. Вопрос. Это звучит. Ответ. Христос Сам является пастырем. Эту мысль обязательно сохраните. Христос Сам является пастырем. Немножко дальше мы коснемся этой мысли. Христос пастырь. Иван Леотеяна 10 глава 10-11 стих. Я есть пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь завет своих. Иван Леотеяна 10 глава 14 стих. Я есть пастырь добрый и я знаю моих и мои знают меня. Иван Леотеяна 10 глава 26-27 стих. Это тоже касается Иисуса. Отцы мои слушают голоса моего и я знаю их и они идут за мной. Вопрос пастырства. Иисус пастырь и если он ставит пастырей значит что? Однозначно пастыр и начальник. Но это просто как фраза. Допустим Иисус пастыр и начальник. Почему то что? Апостол Петр говорит что Иисус наш пастыр и начальник. Если он пастырь он сам определяет образ пастырства. Это он сам определяет то каким образом пастырь он должен быть похож на своего пастыря начальника. Пастырь и начальник это образ. Потому что слово допустим начальник если мы сегодня в жизни допустим употребляем кто из вас хочет быть похожим на своего начальника? Ну мало кто хочет похожим быть на работе на своем может кто-то хочет быть похожим на меня я согласен Вы скромны просто. Что не всегда мы хотим быть похожими на своих начальников. Но как раз то, что Слово Божие от нас требует, это то, что мы должны быть похожими на своего пастырного начальника. Потому что Иисус, Он пастырь, и Он доверяет нам пастырству. Знаете, еще эту мысль коснемся. Пастырская забота, во свете этих мест Писания, пастырская забота рассматривалась Христом как очень важный элемент развития Церкви, созидание которого было Его главным проектом на земле. Я повторяю еще. Пастырская забота. Потому что в Иоанна, когда мы перечитали эти стихи, мы читали эти стихи, «Я есть пастырь добрый, пастырь добрый полагает жизнь за своих овец, я есть пастырь добрый, я знаю мои, и мои знают меня». То есть, в принципе, каждый стих можно отдельно провести разбор и просто увидеть. Но сегодня не цель. И как раз пастырская забота рассматривается Христом как очень важный элемент развития Церкви, созидание которой было Его главным проектом на земле. Поэтому первое, на что будет фокусирован взгляд Иисуса, он будет сфокусирован на Его Церковь. Почему и нападки идут такие на Церковь? Нападки разного рода, для того, чтобы изменить формат самой Церкви, изменить формат самого пастырства. Поэтому вот наша задача, первое, взирать на нашего пастыреначальника. Он оставляет для нас пример служения, оставил для нас пример служения, для того, чтобы мы подражали Ему в этом служении. Каждый на своем месте. Я верю, что если даже каждый из нас на сегодняшний день, мы выполняли эту роль, мы выполняли эту роль, выполняли эту роль. Заботы, попечения, то, что Бог ожидает от нас. Может, все выглядело иначе. Но я думаю, что есть, то есть. Может и так. Потому что я не могу сказать, допустим, сто процентов, что я уверен, что среди нас есть, как в этом, в Иезекииле, неверные пастыря, то есть плохие пастыря, которые служат, пасут только для своей какой-то гнусной корости. Я знаю, что большинство, которые дошли до этого времени, это люди, у кого уже давным-давно ихние мотивы, ихние цели, уже Бог так протрусил. Может, не всех, может, кого-то еще дотряхивает. Но я знаю, что в любом случае Бог форматирует. Просто потому что разные по-разному начинали служить, и разные мотивы, разные цели были. Я начну, и Бог меня так благословит. И там и то, и то, и там и то, и все. Я начну, и на мне будет какая-то супер-такая защита. То есть, потому что почему я об этом говорю? Я сам через это прошу. Но я знаю, что Бог просто то, что делал, Он просто протряхивал для чистоты отношений между Ним. Потому что когда у меня неправильные какие-то мотивы, и у меня какие-то неправильные цели, они всегда стоят преградой между мной и Богом. А это должно быть убрано для того, чтобы Христос мог чисто использовать, оставлять отпечаток на мне и использовать меня, чтобы Он мог меня форматировать. Поэтому то, что Иисус делает, временами Он в наше сердце приходит как в храм с кнутом. По-разному. Может, через старшего пастыря, может, через обстоятельства, и ты ба-ба-ба-ба-ба-ба, а потом ты садишься, когда ты говоришь, все, давай, я отставил это все в сторону, и ты говоришь, Господь, я открыт перед тобой, и когда Бог начинает тебе тогда ты понимаешь, что все остальное как шелуха отваливается, отходит, и все равно приходит понимание того, ну, понимание того, ради чего тебя Бог поставил, ради чего тебя Бог призвал. Хотя не всегда. Некоторые, наоборот, уходят на на свои пути, но мое желание, знаете, чтобы все, кто сегодня слушают, чтобы все сохранили себя и свое сердце для Иисуса. В каком смысле? Чтобы Иисус смог вас использовать в той роли, в которой Он вас видит. следующее к этой же теме, следующее пастырство в первой церкви, потому что, мне кажется, очень важно коснуться тоже истории первой церкви, потому что всякий раз, когда церковь, она возвращается вот к тому какому-то библейскому такому основанию, она всегда прибегает к истории первой церкви. На мой взгляд, наверное, поэтому и книга Деяния, она и попала в Новый Завет с той целью, что Бог понимал, что все будут возвращаться. Стоп! А как оно было? А как оно должно быть? Поэтому это как пример пастырства в первой церкви. Роль пастырей в первой церкви выполняли апостолы. Деяние, 2 глава, 41-42 стих. Это первая церковь, что все пребывали. Там написано, покаялась около трех тысяч. Давайте открою, чтобы не с памяти это где-то с глубины доставать. И так охотно принявшее слово его крестились и присоединилось в тот день около трех тысяч. И как мы называем этих людей? Церковь. Мы называем этих людей церковь. И следующий, второй стих. Что происходило в церкви? И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, в преломлении хлеба и в молитвах. Принцип был такой, пастырство, что более опытные, это те, кто были с Иисусом, они передавали опыт другим. Они передавали это знание, они передавали, то есть, это то, что должно было происходить в церкви. Кто-то говорит, что пастырь, что как-то по-другому? Вы знаете, когда церковь, она начинает мутировать, происходит по-другому. Потому что церковь, это прежде всего то место, которое предназначено для того, чтобы изучать слово. Дома молитва наречется. Это то место, где должно быть общение. Потому что, когда начинают искать какие-то другие методы, способы, и в этом начинает строить церковь, допустим, с опыта, можно строить вокруг бизнеса. Можно строить вокруг политического какого-то движения. Можно вокруг чего. И потом, как результат, церковь, сначала она называла церковь Христа, потом церковь, там, кого-то, МВ, допустим. Или еще какой-то, там, Тяньши, или еще каких-то. Потому что, это уже как, это из опыта. Вот почему к негативному опыту не стоит возвращаться. Почему? Потому что за негативным опытом это трагедия, разбитые судьбы и покалеченная жизнь. Вот и все. Как бы потом оно не преподносилось, как бы оно потом не было, дай Бог, я молю, чтобы Бог мне помог сохранить формат церкви, чтобы церковь, она осталась церковью. Но послушайте, если кто-то из вас через какое-то время оставит эту церковь для того, чтобы двинуться в миссии, вы должны всегда помнить о том, что Бог вас поставил как пастыря для того, чтобы вы сохранили формат церкви, который Бог определил для нее. Я понимаю, что может времена будут непривлекательные, может еще какие-то другие тяжелые будут времена. Эти времена не всегда были. Они были в жизни у Павла. Мы будем смотреть на Ветхий Завет, как на историю. Мы будем видеть, что точно так же был момент, когда люди всплеск, люди тянулись в Храм Божий, они искали лица Божьего, они изучали Слово Божие. А потом просто приходил момент, когда было не модно и было не интересно. И что самое удивительное, даже думаю, что могло тогда быть интересно в то время? Ни телевизор, ни радио, ни дискотек, вообще ничего. Но чем можно было оттянуть? Чтобы находилось, все равно что-то находилось. Потому что, ну как, природа человека такая, она загорается, а потом... И вот точно так же на домашние группы, домашние группы, это мини-церкви. Я понимаю, что даже домашняя группа, она тоже не должна мутировать, она должна все равно сохранить этот библейский формат. Но он сможет сохранить этот библейский формат только тогда, когда сам лидер, он сохраняет портрет этого библейского лидера. Что Бог меня поставил, Он мне определил эту роль. Это то, что я должен сделать. Потому что, если я это не делаю, послушай, Бог очень требовательно к этому относится. Поэтому я понимаю, что некоторые, некоторые сами оставили лидерство, а некоторых Бог снял с лидерства. Даже, я сегодня понимаю, что даже некоторых Бог будет даже из церкви уводить по одной только причине, что Бог сердцевидец, и Бог видит жизнь, допустим, каждого человека. потому что два года назад, когда Бог мне прогорел, говорит, сохрани формат церкви. Потому что я задал вопрос, говорю, Господи, я хочу, чтобы Ты дал этой жизни, этой церкви, чтобы у нее было это будущее. И Бог говорит, сохрани формат церкви. Я говорю, что это все значит? Это то, для чего изначально она была предназначена и для кого она была предназначена. Она должна к этому и вернуться. И Бог сказал, говорит, я очищу церковь. Это местописание, когда Иисус вошел в храм и взял кнут и повыгонял всех с храма, миновщиков, повыгонял все. И там написано дальше, начал учить, начал исцелять и начали прославлять. И он говорит, всякий раз, когда церковь возвращается к своему формату, Иисус возвращается в эту церковь. Всегда будет Его присутствие, всегда будет Его благодать и будет всегда будет откровение, всегда будет слово, всегда будет прославление и всегда будут чудеса и будут исцеления. Следующий, Павел. И ладно, давайте мы перепрыгнем с этого. Я думаю, что истории вполне достойны. У нас уже своя история, да, немного есть. Следующий заголовок такой темы пишите. Следующая тема. То есть мы первую тему «Для чего пастыря?» и потом «Подпункты были». И следующая тема. Что делают пастыря? Как раз то, что делают пастыря, мы уже с вами коснулись, это то, что определил сам Бог и Его Слово. Для того, чтобы это понять, есть необходимость посмотреть на Иисуса, как, например, кто установил пастырство. мы прошлый раз смотрели, Иисус неоднократно себя называл пастырем. И это в чем-то выражалось. Первое. В чем выразилось пастырство Иисуса? Первое. Молитва. И сегодня Иисус выступает как ходатай за свою церковь. Поэтому и сегодня Иисус выступает в роли того, кто заботится о своей церкви, которая на земле. Когда мы открыты для Иисуса, и Он для нас как пример, послушайте, Он всегда будет использовать нас там, где мы находимся. И сегодня он оставляет пример для нас молитвы. Поэтому, мне кажется, лидер, 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 это человек должен быть человеком молитвы. Всякий раз, когда этот источник, он пересыхает молитвенный, давайте себя не будем обманывать. мы теряем эту жизнь духовную. Я помню когда-то выражение Давида Вилкерсона, он говорит, я, говорит, когда я анализировал свою жизнь, и когда в моей жизни есть моменты, когда Дух Святой, Он бьет ключом в моей жизни, то есть просто как бурлящие реки. Но всякий раз, как только моя молитвенная жизнь, она ослабевает, то, что было бурлящим потоком, превращается в тоненькую, тоненький ручеек, который вот-вот должен пересохнуть. Я согласен с ним однозначно. Поэтому Иисус и сегодня оставляет нам пример Хадатая. Следующее, то, что Он делает, Он питает и утешает Духом Своим. Следующий, обличает и исправляет. Кто-то в жизни переживал обличение? Слава Господу! И исправление. И следующий, обеспечивает всем необходимым для жизненного благочестия. То есть, это задача Иисуса обеспечить всем необходимым для жизненного благочестия. Все понимаете, что я имею в виду и что Библия, когда говорит о жизни. Это о силе жить благочестивой жизнью. Поэтому один человек, я как-то с одним разговаривал, он говорит, Бог меня так, так, так благословил, поднял меня во всех сферах жизни. Так вот, я понимаю, что это Бог. Когда-то Бог мне открыл об этом, что это будет. И сегодня это произошло. Слава Богу, Бог исполнил жизнь. Но, говорит, у меня проблема. И он назвал свою проблему. Я говорю, послушай, проблема в том, что есть необходимость тебе вернуться к тому, чтобы были отношения с Богом. Были отношения с Богом. Почему? Потому что через отношения с Богом ты можешь получать все то, что тебе необходимо. Та сила, которая необходима тебе для благочестивой жизни. Для благочестивой жизни. Поэтому Иисус, Он и сегодня оставил для нас этот пример для того, чтобы мы как пастыря, видя в нем своего пастыря-начальника выполнили тоже эту роль. Потому что это задача сегодня для пастыря. То есть эта задача, она простая, но она сегодня, это задача, которую Бог ставит перед каждым из нас. вот почему каждый из нас, то, что должно произойти, каждый из нас, он должен увидеть себя, он должен увидеть себя, что мы не сами по себе. Нам роль определена самим Богом, и мы не сами по себе, мы те, кто находимся под пастыря-начальником. Те, кто находятся под пастыря-начальником, который тоже для нас определяет эту роль. И очень важно прийти к этому пониманию. Знаете, почему? Чтобы каждый он мог осознать, что то, что мы сегодня имеем, 5 человек, 10 человек, 20 человек, может, 30 человек, это то, что нам доверено Богом. Потому что когда временами я слышу от некоторых лидеров, да послушайте, я, у меня там уже 25 человек. И когда я прислушиваешься не ухом, а ты прислушиваешься сердцем, ты понимаешь, человек попался. Вот просто попался. Попался на что? Попался на гордость. Попался, и он оказался уже в проблеме. Почему? Потому что это не то, чем мы должны гордиться. Поэтому, когда мне задают вопрос, а сколько у вас людей в церкви? Знаете, что я отвечаю? Сколько есть? Сколько есть. А если это задаёт кто-то из наших прихожан, я говорю, послушай, если ты придёшь, на одного будет больше. Это не из-за того, что, допустим, я не умею считать. Это из-за того, что у меня внутри, что всё, что мне доверено, это доверено Богом. Это не те люди, над кем я должен господствовать, над кем я, кого я должен там, поэтому я никого там не споймал. «Ага, ты мне должен там то, или ты мне должен там ещё вот это, или ещё вот это». Понимая того, что надо мной есть пастыреначальник, потому что если мы пускаем это в свою жизнь, вот эти неправильные мотивы, которые стоят между мной и Богом, послушайте, связь, есть невидимая духовная связь, которая будет просто разорвана. а нам то, что нам необходимо, нам необходима вот эта вот связь для чего? Для того, чтобы мы могли получать для себя эту благодать, которая необходима нам для благочестивой жизни. Не вопрос. Бог меня поднял на высоту. Не вопрос. Послушайте, имею высоту, каждый из вас, вы имеете высоту. Вопрос в том, устоите ли вы на этой высоте? Устоите ли вы на этой высоте? Поэтому то, что необходимо, прежде всего, это сохранить сердце. Первое Коринфянам. Вот одно из таких хороших мест Писания, которое развивает это чувство. Первое Коринфянам, четвертая голова, первый и второй стих. «Итак, каждый должен нас разуметь, как служителей Христовых и домостроитель тайн Божьих. Одному истрителю же требуется, чтобы каждый оказался верным». Я несложно говорю, просто, правда? Слава Богу. «Итак, каждый должен нас разуметь, как служителей Христовых и домостроитель тайн Божьих. А домостроитель же требуется, чтобы каждый оказался верным». Возникает вопрос, давайте мы зададим вопрос, кому верным? Возникает вопрос, чему или кому? Потому что вопрос верный, чему или кому? Кому? Это Богу? Чему? Этому тому, что… Да? Вот почему очень важно понимать смысл содержания стиха. Давайте мы вместе с вами прочитаем. «Итак, каждый должен нас разуметь, как служителей Христовых и домостроитель тайн Божьих. А домостроитель же требуется, чтобы каждый оказался верным». Теперь мы дадим ответ. «Ничему, а кому? Тому, кто нас поставил». Почему? Потому что смысл этих слов «домостроитель» и «служитель», то есть два, как служителей Христовых и домостроителей. Вот два есть слова, да? Мы служителя и мы домостроители. Почему моя задача, чтобы каждый осознал, что он ходит под Богом? Чтобы каждый из нас, потому что когда я верен Богу, послушайте, вопрос верности тому, что Бог мне доверил и дал, не будет вообще стоять. Никогда. потому что способность быть верным, даже то, что нам было доверено, послушайте, это дар от Бога. И вот здесь вот очень важно, может, еще знаете, как, о, я коснусь эти слова «служитель» и «домостроитель». домостроитель. Первое, служитель. Это слово, которое употребляется, употреблялось в таком вот смысле, когда на галерии гребли, на горели гребли, и, чтобы было это все слажено и хорошо, стоял один, и он горел «Ес! Ес!» Это на острове, на репцентре, там, когда, я не знаю, как это, ну, на байдарках гребут, и у них там один такой «Ес! Ес! Ес!» Вот, он выполняет всего лишь на всего роль служителя, который задает тон, прошу прощения, руководителя, который задает тон служителям, которые гребут. И у нас, в нашем служении, у нас второстепенная роль после Иисуса. Иисус, Он задает тон. Вот почему важно нам сохранять верность Ему в наших отношениях. Для чего? Для того, чтобы мы могли слышать Его голос. Для того, чтобы каждого из нас пастырское служение было успешное, Он для нас должен стать пастырем. Говорит, овцы мои, они слышат голос мой, и они идут за мной. Домостроитель. Кто из вас работает менеджером? Или домоуправителем? Я понимаю, может кто-то после этого семинара разочаруется. Я вообще думал. Да, может кто-то разочаруется. Почему? Потому что я понимаю, что у многих перед глазами нарисован извращенный вид пастырства. Поэтому многие будут разочаровываться. если кто-то служит ради карьеры или выслуги, послушайте, вы разочаруетесь. Это сто процентов. Вы просто разочаруетесь. Поэтому с этого следует вывод. Пастыра являются слугами Иисуса Христа. Выполняющие Его поручения, управляющие Его домом, и Церковью. Поэтому практически как выражается верность? Верность выражается быть послушным и верным Его Словом. Я под впечатлением, потому что за несколько этих дней я прочитал одну книгу историческую. Я люблю исторические книги. А меня задела эта книга одним таким эпилог, коннотация к этой книге была. Книга называется «Крест Гитлера». Она у нас в библиотеке. Я когда в библиотеке брал, она говорит, пастор, вообще никто не хочет ее читать, неинтересно. А у меня просто на сердце вот просто пришло и в среду я говорю, найдите. Мы стояли вместе, искали эту книгу, нашли эту книгу, потому что я не знаю, потому что просто Дух Божий побуждал меня прочитать эту книгу. И вот время у меня было, по ночам то, что делал, читал эту книгу. И вот эта книга, там, я не знаю, она, по-моему, 200 страниц, у меня только в этой книге одна мысль родилась. Потому что на примере целой страны Бог мне показал пример вот этого вот стиха верности. Одному строительу требуется верность. Эпилог этой книги так звучит. Как случилось так, что в Германии которое было 95% верующих христиан, католиков и протестантов мог появиться такой человек, который принес такую проблему на землю. И сколько людей через него погибло. И когда я всю эту книгу прочитал, у меня этот стих вот всплыл. А до мострителя требуется, чтобы он оказался верный. Потому что все новшества, которые Гитлер вводил в отношении евреев, в отношении других вещей. Знаете, кто поддержал его? Церковь. Произошло даже то, что в церкви, что католическая и, допустим, протестантская церковь, у них, как традиция, крест должен стоять в здании. То, что они сделали, они убрали даже крест с церкви и повесили свастику. То есть, можно сказать так, пастыря были верные своей церкви? Верные? Они остались верные. Они пасли, стада, они учили, они проповедовали. Но были ли они верные тому, кто их поставил? Нет? Вот поэтому и происходит, когда изменяется вот этот формат пастырства, вот теряется то, ради чего Бог поставил, приходит проблема. Поэтому, когда мы думаем, я верен тому, что Бог мне доверил, я вот стою, я вот стою, послушай, это одно, но верен ли ты Иисусу? Верен ли ты Иисусу? Верен ли Его Слову? Вот. Это то, в чем должна проявляться верность. Так, 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 так. Итак, что делают пастыря, да? Первое, они обучают. И самый эффективный метод обучения. как в каком-то фильме, говорит, как же фильм, «Большая перемена», по-моему, да? Как там обучался? Никто, старший, кто помнит «Большая перемена»? Леонтьев, по-моему, да? Как его дочка там? Леонов, 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 Как она его зарядила, и потом на экзамене вышел. Нет, послушайте, самый эффективный обучение – это личный пример. Вот почему Иисус Он оставлял пример. Ничто так не созидает как личный пример и ничто так не разрушает как личный пример. Поэтому, когда жизнь она выступает как пример, это самый эффективный способ обучения. Вот почему сегодня, знаете, у многих раздвоение. Они говорят, стоп, это же Библию проповедуют, там же слово говорят, там же это, там то, то, то происходит. Говорит, ну послушайте, сегодня уже мы как церковь не просто должны слушать слова, а мы должны смотреть на дела. вот почему это наша жизнь, это то, что было у Израиля, то, что произошло, когда при жизни Иисуса была такая каста фарисеев, книжников, и что самое интересное, с кем воевал больше всего Иисус? С ними. Кажется, те, кто проповедовали, учили слово, и он всячески против них, когда выступал, он говорил, послушайте, то, что они говорят, делайте, но не живите так, как они живут. Почему? Потому что пример он просто отталкивал. Яркий такой пример отрицательный это Илия и его сыновья, которые служили, тоже яркий такой пример. Они проповедуют, мало того, Бог через него слово говорит, потому что Самуил родился по его слову, какие-то вещи тоже приходили через его слово, но жизнь то, что делала, она отталкивала. Поэтому пастырь прежде всего, допустим, каждый из нас как лидеров должен стремиться к тому, чтобы показывать личный пример. Местописание к этому. 1 Коринфисам 4,16 «Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». Павел Павел «Подражайте мне, как я Христу». Павел для себя образ. Кого выбрал, кому подражать? Христу. Так, как я. И он говорит, что подражайте мне тоже, как я Христу. Филиппийцам 3,17 «Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеем в нас». Что некоторые ищут, если кто-то что-то плохо сделал, он сделал, он, смотри, этот сделал, вот и я так сделаю. Единственный для нас образ, это образ Иисуса. Если для нас будет образ Иисуса, послушайте, мы меньше будем притыкаться, мы меньше будем разочаровываться. Я сам на своей жизни, когда приходит какая-то информация, о ком-то, о чём-то, и ты «Ой, как это могло бы, ой, как это вообще произошло, ой-ой-ой, да что это такое за безобразие?» И ты насколько это, что внутри даже так ох, аж расстроился. Ты думаешь, так же красиво проповедует, так же красиво говорит, а живёт совсем по-другому. И внутри ты аж расстроился, потому что зная какие-то, допустим, беззакония, достоверно какие-то беззакония. Не просто там «Я откровение получил, а у меня откровение, кто-то там это, я это не принимаю, когда достоверно». И Бог, знаете, чему утешает? Взирая на пастыреначальника. Взирая на пастыреначальника. Это то, что даёт силы, когда начинаешь что-то рассматривать. Оно тебя просто то, что делает, оно тебя уничтожает. Евреям 13, 7. «Поминайте наставника ваших, которые проповедовали вам слово, и взирайте на кончину их жизни, подражайте вере их». Мало того, ещё и на кончину их взирайте, потому что эти слова после евреям 11 главы написаны. Все помнят первое там, «За Авраама», «За то, за то», а в конце так А некоторые не достигли, были там то-то, но их весь мир недостоин. Кого-то распилили, кого-то там убили, там то-то. Вообще, у-у-у, съехали в такой конец. Говорит, взирайте на их кончину, что они подражали, и они стояли. Подражайте ихней вере в их жизни, потому что каждый из нас, кто знает, через что мы будем проходить и как мы будем проходить. Что у кого-то что-то там случилось, какая-то ситуация. Всё, всё. Давайте будем теперь искать проклятие. Наверное, где-то оно зарыто теперь. Послушай, нет. 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 Это момент, почему и Библия, знаете, как мы живём в такое хорошее время. Почему-то, что в нашей жизни для нас это большое разнообразие. Сегодня для нас очень много примеров. И Авраама, и всё. А кто был примером для Авраама? Бог. Это то, что ему давало силу идти дальше. Точно так же сегодня и для нас. Потому что я могу сказать, что служение в пастырство, оно сложное, но оно благословенное. Оно сложное, если кто-то скажет, что легко, трудно, нету никаких препятствий, ложь. Будут препятствия, будут трудности. Но в этом, и в этом будет и находиться наше благословение. Первое. Примером служим, да? Второе. Задача пастыря – заботиться о духовном развитии своей церкви. Поэтому, когда мы слышим такое слово «пасите», это как раз и имеется, заботиться о духовном развитии людей, которых Бог привёл на наш путь. Поэтому задача каждого пастыря, каждого из вас – обеспечить тем, что Бог ожидает от вас. Это проповедью Слова Божьего. Немножко позже мы об этом тоже коснёмся. Во избежание, как это, такого, как, вот такой вот стрелы, которую дьявол посылает. Духовный рост – это процесс, происходящий индивидуально в каждом человеке. Пастыря не могут расти за своих овец. Духовный рост – это процесс, если мы ответственны за духовный рост, в том, чтобы человек духовно рос. То послушайте, это мы ответственны в том, чтобы мы что-то давали для того, чтобы человек духовно рос. Но мы не можем расти за самих людей. Поэтому, допустим, если я делюсь словом, я делюсь откровением, то у меня нет осуждения в том, что человек не растёт духовно. Это его проблема. Это его проблема. Даже сегодня, допустим, я делюсь с вами этим знанием и этим откровением, я передаю его у вас. Но, послушайте, кто, как из вас ним будет пользоваться? Это уже ваша ответственность. Следующий момент. Мы не ответственны за духовный рост. Хотя мы обязаны давать для того, чтобы человек духовно возрастал, потому что это первая задача. Но мы не ответственны за духовный рост. Почему? Потому что духовный рост – это работа самого Бога. Вот как человек. Моё решение и работа Бога. 1 Коринфянам 3 глава 7 стих. Просто который приводит в свободу. Когда мы берём ответственность за то, чтобы… А, я тяну, тяну, тяну человека. Всё. Мы не можем. Я не могу ни за кого расти. Вот абсолютно. Вот абсолютно. Даже то, что касается слова, допустим, развития каких-то других вещей. Вот пример. Я только приведу пример. Без имён. Сегодня с одним братом я говорю, послушайте, заходите на YouTube и смотрите наши проповеди субботние. Он говорит, ой, это так для меня. То есть, это интернет. То есть, для некоторых интернет. Я понимаю, что интернет для кого-то это новое. Но для кого он становится полезным? Тот, кто начинает к этому применять себя. Поэтому вы на своей домашней группе можете проповедовать, наставлять в слове. Это ваша обязанность. Потому что вы должны выполнить. Иисус через вас выполняет эту роль. Взрастить. Но ответственность человека, откроет ли он сердце, будет ли он расти или нет. И следующее. Даже не ваша ответственность, прорастёт это или нет. Почему? Потому что это ответственность Бога. И здесь апостол Павел говорит, поэтому я насадил. Он говорит, как бы употребляет такую метафору. Я насадил. То есть, кто-то стал частью церкви. А полос поливал. Проповедуя Слово. Но взрастил кто? Бог. Бог. Поэтому это то, что и приводит, пусть и вас приводит в покой, и пусть дьявол вас тоже, как, не кусает. В этом отношении что? Не растут. Без вас и помидоры вырастут. Без вас много что растёт. Вот это сто процентов. Ваше дело поливать. Человек духовно расти. В чём это? Наставление. Наставлять. Поэтому наша обязанность как лидеров вот такую фразу кормить духовной пищей. Для нас оставил этот пример Иисус. Это то, что Он делал. Он учил. Для нас пример оставили другие служители, потому что мы можем сказать, о, Бог. Апостол Павел. Деяние 20 глава, 20 стих. «Как я не пропустил ничего полезного, о чём бы вам не проповедовал бы и чему не учил бы вас всенародно и по домам». И это же глава 20 стих, ой, 20 глава, 26-27 стих. «Посему свидетельствую вам в нынешний день, что я чист, я открови всех, ибо я не упускал возвещать вам волю Божью». Насколько серьёзно. «Посему свидетельствую вам в нынешний день, что я чист, я открови всех». Титул, 1 глава, 7-9 стих. «Ибо епископ должен быть, держаться истинного слова, согласно с учением, чтобы он был силён наставлять в здравом учении». Поэтому пастырство, оно выражено в том, что мы должны наставлять. «Мы должны наставлять в здравом учении». 2 Тимофея, 1-13. 2 Тимофея, 2-15. 2 Тимофея, 4-2-4. «Проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, вещевай со всяким долотерпением и назиданием, ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвертят слух и обратятся к басням». Эздры, 7-я глава, 10-й стих. Там тройной, я всегда смотрю тройной, тройной, как это, есть шампунь там, тройной эффект или сколько там? Три в одном, да, вот точно в этом стихе, в этом стихе, Эздры, три в одном, вот мне что оно, это как руководство для пастырей. Потому что Эздра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господень, исполнять его и учить Израиль закону и правде. Начало пробуждения, вот начало пробуждения, когда Эздра было связано это пробуждение, что он начал изучать Слово, исполнять и учить Израиль закону. И вот точно так же для каждого из нас, чтобы мы сохранили то пробуждение, которое пришло в нашу жизнь, вот сохранить в том, чтобы наставлять в Слове, наставлять в Слове. Это обязанность. Недавно по средам тех, кто были, я говорил, уроки из жизни пророка, с временем пророка Малахии. И вот одно место Писания тоже, потому что это был момент, когда упадок такой был в Израиле. Если кто-то не был, можете взять эти проповеди тоже прослушать там. Буквально может час-полтора мы вложились. Малахия 2.7 Ибо уста священника должны хранить ведение и закону ищут от его уст, потому что он вестник Господа Саваофа. Это задача. Священник это как пастырь, это задача пастыря сохранить ведение. Что такое ведение? Знание. Что некоторые думают ведение, а это не потерять ведение, фокус, куда мы идем? Послушайте, мы идем в одном. То, что нам Иисус определил. Это то, что церковь, она должна остаться столбом и утверждением чего? Истины. Все. Вот Бог для чего поставил свою церковь и вот для чего она должна и существовать. Поэтому вот это знание и должны сохранить. И закон ищут от уст его, что закон это слово. То есть, это то, ради чего Бог поставил своих пастырей. Потому что даже людей Бог приводит для того, чтобы им давали слово. Их кормили словом. То есть, это роль, которую Бог определил. Следующее. задача пастыря обличать во грехе. Мы думаем, что мы только наставляем, мы учим, учим как раз то, что должно быть. Это то, что мы должны делать. Мы должны обличать во грехе. То есть, свои вещи называть своими именами. Не так, что ахай Бог ему откроет. Нет. Просто говорите, что это необходимо изменять. здесь необходимо исправиться. Поэтому недостаточно только проповедовать. Потому что если мы думаем, а, мы будем только проповедовать, мы только будем учить. Нет. Мы будем тоже и разговаривать на личные, на какие-то вещи, которые неприятны. Потому что это в моей жизни был такой момент, помню, такой. Многие знают, что я молюсь на улице. Я помню, в какой-то момент холодно так на улице. Я чувствую в сердце Бог иди на улицу. И снег, такой ветер. Я просто иду, молюсь, молюсь. И Бог говорит, ты должен пойти в эту семью и сказать, что они должны повернуться ко мне. Потому что если они не повернутся, я там то-то-то-то-то. Я говорю, я не пойду. И Дух Святой говорит, ты будешь только говорить хорошие вещи, когда тебя Бог благословит, тебя там Бог подымет, там такой прорыв. Ну, конечно, тебе хочется. Только хорошее говорить. Почему? Потому что сколько мне сил и энергии надо было потратить на то, чтобы пойти в этот дом. Когда я пришел, говорю, у меня есть слово от Бога для вас. И все, слава, пастор, пришел. Потому что они не один раз исцелялись через слово знания, чудеса такие были. И тут ты пришел, ты говоришь, послушайте, вам надо повернуться к Богу, потому что Бог сказал, что опустит на самое дно. Понятно? Развернулись и поуходили. И с таким еще, я такой сам думаю, когда домой вернулся, и что, время просто пришло, когда это слово, оно исполнилось. Это было слово, ну, как предостережение. В другой дом то же самое, когда ты с людьми особенно, ты может как-то дружишь и какие-то отношения, и как-то во время молитвы Бог мне говорит, считай, один, два, три, четыре, и до десяти, досчитал. А теперь обратно, девять, и это все я пишу. А теперь приди в этот дом и скажи, я их поднял на эту высоту, но если они не повернут свое сердце ко мне, я сделаю ихний дом притчи, и я им показываю это. Вы представляете, это друзьям. И время пришло, когда, да ладно, что тут, момент пришел, когда все, то, о чем Бог. Поэтому здесь придется и нам какие-то вещи, которые мы видим, мы не должны скрывать. Если, допустим, человек живет в блуде, послушай, тебе надо это, тебе надо остановить, тебе не надо это делать. Особенно, если люди находятся под нашей юрисдикцией, нам придется об этом говорить. Нам надо будет об этом говорить, что это неправильно, это грех. И вы должны принимать правильное решение. И не переживайте. Знаете почему? Потому что притча 19-20 написана. Слушайте советы и принимайте обличения, чтобы сделать вам впоследствии мудрым. Мудрый принимает всегда. Поэтому вы и сами видите даже, кто вас окружает. Мудрые люди или нет? Может, они делают, что они мудрые? На самом деле это как будут реагировать на это все? Поэтому процесс обличения, если вы как бы включаетесь в процесс обличения, что для этого надо? хорошее понимание реальной жизни подопечного. Что это не избрело мне в голову. Послушай, и ты тут пришел, мне кажется, мне Бог тут открыл, у тебя какой-то грех. Послушайте, если кто-то к вам так приходит, бери его за эти, как его, за барки бери и говори ему, в каком, какой, какой грех? Потому что обычно эти пророки, они так быстро потом и тухнут, когда я говорю о каких-то конкретных. Поэтому если вы о чем-то знаете, послушайте, вы, если вы о чем-то знаете, и это достоверно, чтобы это не было так, как пришел, вывалил, у меня тут, мне тут кажется, если тебе кажется, есть такая хорошая пословица, хрестисто, потому что мы не имеем права, послушайте, мы не имеем права, если ты не знаешь, что это достоверно, и приходить с каким-то откровением, почему, потому что за этим откровением может стоять уже какое-то откровение, и за такие вещи в Ветхом Завете то, что делали, побивали камнями. Поэтому вы должны знать реально, если человек находится в этом реально, тогда с этим человеком есть обличать его во грехе, и если вы имеете достоверно, тогда молитесь и ждите подтверждения или еще каких-то вещей, или вызывайте просто на какой-то откровенный разговор, но никогда не выдавайте свои какие-то чувства, мало того, не водитесь даже сплетнями. Если кто-то что-то там сказал, послушайте, если это недостоверно, не вступайте в компанию переносчиков. Следующее, когда есть какой-то факт, если есть какой-то факт, следующее, сделайте библейскую оценку, потому что обличение это как врач, который ставит диагноз. Следующее в этом моменте, это то, что должно быть практическое созидающее обличение. почему? Есть вещи, допустим, когда человек случайно был, оказался в каком-то грехе, и он уже покаялся, то есть он оступился, упал, там что-то еще произошло, что мы не должны быть теми людьми, у которых только меч. Ага, ты поймал, на тебе быстро голову тебе снес, и все, ты такой негодяй, все, я, послушайте, люди не должны бояться вам открывать свои внутренние проблемы, никогда. То есть даже если кто-то вам открывает свои какие-то внутренние проблемы, если это не угроза для церкви, если это не угроза для тела, если они открывают, послушайте, это должно просто умирать, это не не разнести. Знаете, как кто-то пришел и покаялся, простите, я отступился, я там сблудил. А-а-а, ты сблудил? Все, отлучаем тебя от церкви на полгода. Как на полгода? Я пришел, покаялся, то есть есть вещи, когда что-то произошло, то есть почему-то, что есть необходимость даже понимать суть самого, самой проблемы, вот мотив, в Ветхом Завете всегда даже брался мотив, при каком был совершен какой-то грех или какой-то проступок. Поэтому в таких вопросах лучше отправляйте ко мне. Не у всех, то есть особенно если у кого-то ярко такой выраженный дар пророка, то он быстрее голову отобьет, то есть забьет, все, ах, ты такой негодяй, ты такой, ты, как ты мог это вообще сделать, как ты мог вообще, о, ты знаешь, все, все, теперь все, ку-ку-ку-ку, и Светхого Завета места, вот тебе проклятие, вот одно, ты видишь, тут из-за этого там, послушайте. Почему? Потому что за обличением всегда следует исправление, следующее, исправление. Почему я говорю, что для того, чтобы обличать, всегда надо знать, показать путь, по которому человек должен будет идти. поэтому на нас, на пастырях, тех, кто трудятся с людьми, лежит ответственность, не только показать на грех его опасность, а показать реальный путь выхода, что не только нарисовал, все, тебя ждет ад, все ждет, ну что, теперь буду сидеть, ждать ад, не показать ему выход, что есть, существует, поэтому исправление, наша задача обличит грехи, и наша задача исправлять людей. Так, по-моему, мой голос садится, садится, где-то уходит в партизаны. Несложно говорю, правда? Слава Богу, потому что моя задача, чтобы просто это, я лучше скажу меньше, если у нас будет еще время, ну, на небе, я думаю, что уже мы не будем это разбирать, то есть, там другие у нас задачи будут, чтобы просто это пришло, почему? У нас должна образоваться культура в нашей церкви. Галатам 6, 6 глава, 1-3. Братья, если впадет человек в какое-то согрешение, вы духовные, исправляйте такого в духе кротости. Наблюдай же каждый за собой, чтобы не быть искушаемым. Носите бремена друг у друга и таким образом исполните закон Христов. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. Вот и все. Выход, который мы показываем, он всегда есть в Писании, он есть всегда в Слове, потому что Бог, он всегда, он путь, он всегда выход. Нету, если человек кается, останавливается, нету, безвыходных ситуаций. Нету. Больше покаяния, ничего не существует. Нету больше на этой земле. Следующий этап, если мы говорим, есть что-то большее, это только взять его и убить. Но мы этого не вправе делать. Если человек говорит, каюсь, то сколько мы его должны прощать? Сколько будут каяться? Да. Следующий момент, следующая задача, снаряжать для служения. Снаряжать, вот сам, сам подпункт, он уже говорит, снаряжать для чего? Для служения. Если, допустим, есть момент, когда мы, первый пункт мы разобрали, чтобы духовно росли, это касается Слова, то следующий момент, это снаряжать для служения. и я. Когда человек начинает духовно расти, следующее, это то, что он должен найти свое место в служении. Это как раз наша обязанность. Каждого из нас по месту. Личным примером, наставлением, побуждать к тому, чтобы человек служил. Что на нас служение, оно не закончилось, оно не прекратилось. Это наша задача. Каждого, каждый, перед каждым стоит такая задача, когда мы снаряжаем людей на дело служения, воспитать подобного. Вот почему я, я на прошлом лидерском сказал, мы должны вернуться к качеству. Мы должны вернуться к качеству. Люди, которые живут для того, чтобы прославился только Иисус. Вот в Доме Божьем прославился Иисус. Поэтому это то, что еще коснусь вещей. Снаряжение. В чем оно заключается? Первое. Это возрастание в зрелом отношении с Богом. Никто из нас не должен стать Папой Римским и стоять на пути отношений с Богом человека. каждый должен лидер вести к тому, что каждый должен строить свои личные отношения с Богом и побуждать к этому. Через молитву, через изучение Слова Божьего. Как-то один мне человек сказал, говорит, слава Богу, что ты меня не привязал к себе, а ты меня привел к Богу и научил строить отношения с Богом. И сегодня, говорит, все проблемы, которые я прихожу, я их прохожу благодаря тому, что у меня есть отношения с Богом. Поэтому это то, к чему каждый должен побуждать, допустим, потому что если была средневековая тьма, людям не давали возможность, был посредник между Богом и человеком, это был священник. То сегодня никто из вас не должен занять эту позицию. Почему? Потому что если мы не снаряжаем в этом, мы приводим людей к идолопоклонству. мы приводим людей не к... Мы не делаем людей в том, что они становятся христоцентричны, они становятся человекоцентричны. Мы наоборот должны стремиться к тому, чтобы из жизни человека был вытеснен эгоизм, а пришла в его жизнь жертвенность и посвящение. Это наша задача. Личный пример через слово. Поэтому если лидер, он эгоист, его жизнь, она сфокусирована на себе, послушайте, уроды будут точно же такие, которые кроме себя ничего не будут видеть, кроме себя, любимых. Будут прикрываться истиной, прятаться за истиной. А на самом деле совсем другой мотив и совсем другой подход. есть, да, снаряжение слуха. Следующий, то есть, первое, это возрастание в личностных отношениях с Богом. Второе, тренировка навыков служения. Что себе значит? Делегировать и доверять. Давать человека, подталкивать в каких-то маленьких вещах, допустим, допустим, если это касается домашней группы, в чем-то доверять? Доверять вести молитву, доверять, может, тему читать, но подталкивать, подталкивать, в этом заключается наше снаряжение. Что не так? Ты сел, как сыч, да, и все. Я только знаю, я только могу. Нет. Иисус, знаете, как сказал, говорит, вы сделаете больше, чем я сделал. Представляете, это вообще, как бы, такой нонсенс. Почему? Потому что Иисус открыл и говорит, если я это делаю, вы сделаете еще больше, чем я сделал. Почему? Потому что Он снаряжал своих учеников. Он не воспитывал в них комплекс неполноценности. Он, наоборот, их раскрывал. Можно было сказать, я сейчас уйду, все, труба, ребята, вам здесь все. Ждите моего второго пришествия, головы попрячь, и все. И они, как верные, попрятали головы. Нет. А Он их, наоборот, снаряжал. Вы сделаете. Послушайте, если я это могу, что ты не сможешь это, сможешь. Я точно так же. Некоторые подходят, я боюсь. Пастырь, я боюсь. Если бы вы знали, как я боюсь. Боюсь, но что сделаешь? Делаю. Как? И вы боитесь? Да, я боюсь. А что, боюсь, конечно. Так вы не видно? Конечно, не видно. Я вид не показываю. Но делаю. Поэтому временами даже снаряжение в служении некоторые. Ой, если у меня там будет побуждение, я буду делать, я буду... Послушай. Временами ты будешь долго ждать этого побуждения внутри. Бог раз тебе дал импульс, и все, на всю оставшуюся жизнь. Мне раз дал импульс, начать служить пастырем, и все. Думаете, что каждый день просыпаешься, у меня этот импульс, ага, служи. Послушай, нет. Потому что я понимаю, что вот точно так же снаряжение людей, что временами ты раз импульс получишь, а потом, когда придут обстоятельства в твою жизнь, ой, я жду теперь сведе. Господи, проговори, правильно ли я иду или неправильно. Да правильно ты идешь, правильно ты все делаешь. Вопрос не в том. Поэтому снаряжайте. Снаряжайте. В чем еще заключается снаряжение? Может, мы отдельно потом еще когда-то будем, мы будем возвращаться не в последний раз. Снаряжение. Привлекайте их в том, чтобы заботились о людях. Церковь – это не кинотеатр, пришел, посидел или театр. Церковь – это тело. И каждый выполняет какую-то роль. Каждый выполняет какую-то роль. Это если несешь такое служение, неси такое, побуждайте людей к молитве, к другим, в группе порядка. Это не наказание, это благословение. Все, что мы делаем, все это благословение. Готовьте, поднимайте других. Поэтому жизнь Иисуса, Его цель – это поднимать служителей. Жизнь других апостолов, ихняя цель – это поднимать служителей. И христианство даже существует из-за того, что кто-то поднимал кого-то. Потому что это порядок, который установил Бог. Вот Бог установил этот порядок. И теперь это задача каждого из нас – снаряжать людей. Что не дома вырезать бронежилет, шлем, меч, всю домашнюю группу одел, все снарядил. Заряженные такие. Нет. Послушайте, вот снаряжение, но в этом-то, собственно, и заключается. Филимону. Чай. Ой, спасибо, Господи. Филимону. Есть такое послание в Новом Завете. Знаете, да? Десятый, одиннадцатый стих. Прошу тебя о сыне моем Анисиме, который родил я в узах моих. Он был некогда негоден для тебя, а теперь годен тебе и мне. Возвращай его тебе. То есть один человек. История такая этого послания. Потому что некоторые голову ломают, особенно те, чего оно туда вошло, это послание. Ну, как раз, чтобы мы этот стих порочитали. Один раб убежал от одного господина. И во время этих бегов он покаялся у апостола Павла. Он покаялся, и он его жизнь отформатировал. И он говорит, теперь я возвращаю, прими его как родного брата. Он был тебе негодный, мне негодный, а теперь он годен и тебе, и мне. Почему? Потому что снарядил. То есть это цель его была, его служение. Следующая цель. Организация служения. Какая задача пастыря? Потому что зачем? Пастырь – это тот, кто организует служение. Поэтому даже ваша домашняя группа, это ваша цель – организовать это служение. Потому что если бы вас не было, Бог бы ничего не смог бы сделать. Поэтому Бог вам доверяет, что вы будете организовать. Поэтому есть какой-то порядок, есть какой-то процесс самой домашней группы, который проходит. И как раз этот процесс организации Бог возлагает на вас. Ой, слава Господу. Следующий. Давайте я уже просто перескакиваю. Следующий момент. Охранять от опасности. Задача пастыря. От опасности. Мы живём в агрессивной духовной среде. Духовная агрессивная среда. И всё, что восстаёт, это восстаёт на одно – на нашу веру во Христе, на нашу целостность во Христе. И как раз задача пастыря – это оберегать. Почему? Потому что мы подвержены этому. Послушайте. Но тем более и люди, о которых мы забудем, они тоже подвержены. Они подвержены сомнению. Они подвержены неверию. Они подвержены влиянию разных слухов, разных сплетней, разной ерунды. И вот здесь есть необходимость мудро поступать. Мудро наставлять. Оберегать. Ну и говорить о каких-то вещах. Ефесянам 6,12. Потому что наша бронь... Брррр. Брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей века этого. Деяние. 20 глава, 29-30 стих. Апостол Павел говорит, что когда я отойду, лютые волки придут и будут гореть привратно. Потому что даже наши слова, то есть, это как предостережение. Знаете, я говорю, я не рекомендую, не делайте это. Но это не значит, что, допустим, кто-то у вас на домашней группе послушал, посидел, ага, не делать, ага, ну я сделаю это, да. И ты, ой-ой-ой-ой, нет. Сегодня я кого-то говорю, не делайте это. Я знаю, что кто-то выйдет из аудитории, и он будет поступать, как он хочет. Но я проявил заботу. Я проявил то, что я горил, я защищал их от каких-то неправильных вещей. Я защищал их от неправильных вещей. Опасность. Опасность греха. Почему у нас в церкви, допустим, проповедь построена, когда говорят о каком-то грехе. То, 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 то о каких-то вещах. Для чего? Для того, чтобы защитить человека от каких-то неправильных вещей, которые Библия называет грех. Поэтому, когда в церкви отказываются, допустим, проповедовать, потому что есть церковь, которая отказывается проповедовать о грехе, называть вещи своими именами. Говорят, зачем это? Это людей не привлекает. То есть это наоборот. Это люди, это пастыряк, которые добровольно людей отдают на съедение волкам. Поэтому Пётр говорит, трезвитесь бодрости, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Дьявол, он трудился, он над этим будет трудиться. Поэтому даже, когда человек знает, что это неправильно, это правильно, это неправильно, если даже он оказался в чём-то неправильном, но вы ему об этом говорили, послушайте, вы его предостеряли. Это как трансформаторная будка. На трансформаторной будке висит такой череп без костей и молния такая. И написано, не влезай, убьёт. Почему? Потому что тебя кто-то предостерёг, предостерегает. А кто-то залез, у нас был один такой, двери открыты, зайду, там и остался. Кто виноват? Сами виноват. Поэтому это наша задача предостерегать о опасности. Опасность греха. Следующее. Опасность лжеучения. В это время, то есть, я понимаю, что это одна из, один из приколов, наверное, на дьявола, который будет. Поэтому Иисус и предупреждал, Матвея 7, 15, «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей шкуре, а внутри суть волки хищной». То есть, некоторые смотрят, «Ой, какая шерсть! Ой, как лосница, как блестит! Ой, как коврит! Ой! Ой, а запах! Ой, какой! Ой! И с ним такое присутствие! Послушай, а ты внутрь его загляни. Кто он? Ради чего он это делает? С какой целью? Как был тут один у нас с такими, «Ой, ой!» к некоторым людям. Благо, что эти говорят, «Послушай, а что ты хочешь? Что ты из церкви ушел? Или что? Что ты вот рассказываешь? Потому что приходит, как в овечьей шкуре, сладко так, а вы знаете там, а ты видел? Вот ему в лицо. А ты видел? Ты видел? Это было так, ладно, не буду ничего говорить. Хай живет. Это был у нас пастырь один, как-то мы его послали, он потом заблудил. Ну и вернулся. Ну, вернулся. Человеку уж надо восстановиться. Хорошо, давай. Естественно, то есть, что-то не понравилось. Развернулся, ушел. А потом через время к некоторым людям подъезжают. А вы знаете, там вот за пастыря, ну, благо, что эти люди мудрые, они позвонили, говорят, пастырь, вот это то-то-то говорят. Я говорю, да. Представляете? Взял ее с собой, повел и сказал, стой за моей спиной, я буду это делать. А как? Ну вот. Как? Вот так вот. Некоторые даже, ну, тяжело голову включить. Говорю, послушайте, отстранили ее от служения за то, что в блуде оказалось. Да и все. Да, вышел. Ну, говорю, да, потому что временами кому-то не хочешь поднимать подол, думаешь, да человек восстановится. Ну, это раз уже так одел овечью шкуру, ходит, как волк. Ну, давайте тогда посмотрите, то есть, что с собой представляет. а теперь попробуй иди живи. Следующая задача пастыря. Жить. Вот как раз это то, к чему подвел. Предостерегать от опасности разделения. Это то, чем страдают. Некоторые думают, о, вот я там, лучше. Или что-то там это. Кто-то плохой, а я вот хороший. Есть естественное, нормальное разделение. Есть естественное, нормальное. А есть ненормальное разделение. Вот ненормальное разделение, это когда люди, они увлекаются вот лжепророками, какими-то вещами. То есть, вот и просто то, что отделяются, отделяются от церкви, делаются такие, как обусобленные. Вот мы такие, мы плохие, а мы вот хорошие. У нас просто такой супероткровение. Может, об этом отдельно поговорим, потому что времени уже на это мало. так, есть, да? Следующее. То, что пастырь, он помогает, лидер, помогает преодолеть трудности. Знаете, в жизни каждого человека есть определенные сложные моменты, трудности, которые приходят в его жизнь. У каждого человека. И вот как раз наша задача помогать пройти эти трудности духом веры. Наставлять, каким образом? Поддерживать, кормить, ободрять, вдохновлять, придавать просто сил, ободривать, что не все. В моей жизни очень мало людей на мой путь попалось, которые как ободривают, придают вот такую силу. Это благо, что у меня просто жена такая всегда, как свет в какой-то момент в моей жизни приходит. А так вокруг меня очень мало людей, которые почему-то в моей жизни приходится больше всех ободришь, подталкиваешь, даже служителей, пастырей. Как-то так. Я потом в момент какой-то думаю, почему так происходит? Ну, так происходит, наверное, из-за того, что может мне понять чужую боль, когда тебя не поддерживают в каких-то вещах. Или там, допустим, предают, или еще что-то происходит. И ты понимаешь, что боль, вот боль, какую люди переживают, и ты потом понимаешь, даже как им помочь. Потому что даже вот эти несколько дней в субботу у меня не было, потому что физически себя нехорошо чувствовал. Вот в это время просто лежал, молился, размышлял, и в мое сердце пришла боль. Вот какую-то среду я был, когда мы молились, я временами, знаете, я смотрю по залу, и я увидел у людей боль. Вот я просто увидел боль. И то, что, я думаю, ага, ну хорошо, ну мы все равно как-то молимся. Но вот когда я лежал, вот казалось, немощь была, Бог допустил эту немощь, для того, чтобы прочувствовал эту боль. И ко мне пришло, что теперь каждую среду, мы молились только раз в среду за нужды, каждую среду в конце мы оставляем какое-то время, чтобы молиться за тех людей, которые переживают какую-то нужду и какую-то боль внутри себя. Потому что, проходя через какую-то боль, мы начинаем больше понимать чью-то боль. Мы начинаем чью-то боль понимать. Поэтому, и сегодня, когда я задаю такой вопрос, когда я, допустим, переживаю какое-то предательство, какую-то несправедливость, какие-то вещи, это то, что приносит боль внутрь. Я говорю, почему? А в этот момент, знаете, как Дух Божий приносит просто понимание. Это то, что делает твое сердце способное и мягкое потом служить другим людям. Вот и все. Поэтому, знаете, мне понравилось, как Билли Грэм сказал, часть пастырского служения, неотъемлемая часть пастырского служения это предательство и какие-то несправедливые вещи в отношении нас. С этого жизнь складывается. Поэтому, когда мы понимаем чью-то боль, нам легче потом служить и других обадривать. Послушайте, пройдете. Нам письмо пишут, письма нечасто, но изредка пишут на офисном письме. Последнее письмо, которое пришло женщина, которая потеряла близкого человека. Она как можно это. Вы знаете, я когда сел, писал ответы на это письмо, есть вещи, которые уже выходят из меня. То есть, они, почему, потому что, я тоже пережил боль потери. То есть, я тоже, но то, что помогло мне пройти, мне помог пройти это Бог. И сегодня, то я могу утешать тем утешением, которым был, я утешен. Из-за этого христианство, оно не становится черствым, оно не становится мертвым. Когда ты испытывал какую-то нужду, как ты относишься потом к человеку, который испытывает нужду? Когда ты испытывал какую-то боль, как ты потом относишься к другой боли? Что ты не отворачиваешься, а, кто-то там заболел, ой, заболел, а, вера там, или еще что-то. Послушай, ты потом уже, когда ты через что-то про... Ты потом Господи, восстанови и исцели и подыми. Церковь, это не будет местом эгоистов, себелюбцев, высокомерных людей. Да никогда. Бог всякая эгоизм, всякая высокомерие понизит. Помогайте преодолеть трудности. Все. Слава Богу. Давайте преклоним головы. Вписался? Вписался. Отец, благодарю Тебя за эту возможность, которую Ты дал нам сегодня учиться. И я молю, Отец, пусть это слово, которое было сегодня посеяно, оно будет как семя, которое принесет плод. Дай нам в это время сформировать тот портрет, который Ты желаешь видеть в нашей церкви. Господь, подыми в этой церкви служителей, которые будут служить для того, чтобы Твоя истина, она утверждалась, и слово Твое было проповедано. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь.